Девушки отдыхают Классическое противостояние, вот, получайте Да, сейчас мы его увидим, потому как базовая школа Шамиля Довгириева, вольная борьба Да, молодой парень, 19 лет, 65,8 килограмма весовая категория Дебют на 2 сантиметра ниже он своего соперника Вот интереснейшее намечается противостояние Базовый ударник против базового борца, чья возьмет, очень интересно Но в таких противостояниях, во всяком случае, на ранней стадии развития смешанных единоборств Сразу же преимущество отдавалось представителю борьбы Конечно Потому что сократить дистанцию гораздо проще, чем ее разорвать Просто в те времена, когда ММА только зарождалось, это начало 90-х годов Когда еще выходили в куртках бороться, да, клан Грейси Кто в чем выходил бороться Кто в боксерских перчатках выходил, как сейчас будет Да, кто в чем выходил Ударники еще не научились справляться с этими молниеносными проходами Не научились справляться с борцами Не знали, что делать, оказавшись в партере Дорогие друзья, представляю вам соперника в синем углу клетки Ему 24 года, рост 174 сантиметра Вес 65,8 килограмма Его стиль бокс Из Узбекистана, город Намангана Атабек Капаров Его соперник в красном углу ринга Его 19 лет, рост 172 сантиметра Вес 65,8 килограмма Его стиль Вольная борьба Это профессиональный дебют спортсмена Представляющего клуб Ахмад Из Чеченской Республики Россия Шамиль Токеринев Инструктаж от рефери Ты знаешь, Роман, вот очень часто говорят, что боевое самбо-самбо Очень хорошо подходит под смешанные единоборства Но, как оказалось, еще лучше под смешанные единоборства подходит вольная борьба Наверное, во-первых, потому что спортсмены... А куда же вы денете партер? Ну, понимаешь как? Когда вольники очень не любят, когда их переворачивают на спину Не любят, но при этом, во-первых, они невероятно физически сильные спортсмены Да, вот здесь согласен И, во-вторых, они изначально умеют бороться без одежды А самбистам-гудаистам, специалистам по борьбе в одежде нужно обязательно... Ого! Да, Роман, вот то, о чем я говорил Вот это номер сейчас был Прокрутили спортсмены в воздухе на 360 градусов Красивейший прием Так вот, вольники, они изначально умеют бороться без одежды Ну, как и классики, кстати Да, но классики не умеют проходить ноги Да, это минус Так, сейчас боец из клуба Ахмад залезает в маунт очень уверенно И сейчас будет просто разрывать этот захват и пытаться добивать своего оппонента Шамиль начинает обрабатывать соперника ударами слева Атабек активно достаточно защищается Прижимается к оппоненту, пытается тазом подбить и сбросить его с себя Но не так-то легко это сделать Это не так-то легко сделать боксеру Которую в общем, как говорили, как признаются сами боксеры Оказавшись на ринге, не знают, что с этим делать Ну, все, я думаю, что поединок сейчас закончится Роман, ты как-то заранее знаешь, чем поединок закончится Угадывай Ну, понимаешь, когда за спину боксера заходит базовый борец Мы, правда, не знаем, как тренировался Атабек Гапаров Может быть, просто взял и написал себе базовый бокс А на самом деле он был бы там мастером спорта по вольной борьбе Или он был, допустим, специалист по национальной узбекской борьбе куреш Не исключено, так это или нет Но мы видим, что он сейчас представитель вольной борьбы Очень уверенно разобрался со своим оппонентом В этом бою на первой минуте девятнадцатой секунде первого раунда Удушающим приемом победу одержал боец красного угла Шамиль Дангириев Глубахман Да, Шамиль Дангириев это первая победа на браке ринге С чем мы его поздравляем Да, прием, конечно, красивейший Во всех хит-парадах вы бываете? Я думаю, да